доброго времени суток дорогие мои подписчики зрители а также гости моего канала ну что вроде начинаю я поправляться и могу вам снять первые кадры моей новой декады ну две декады вместе при объединю начала прошлой декады потому что я начала ее снимать до 13 числа 13 вечера мне уже стало хуже 14 я уже лежала с температурой поэтому с 14 марта я ничего не снимала потом я заболела вы это видели знаете спасибо всем большое за пожелание выздоровления очень поддерживают ваши комментарии прям бальзам на душу я никому так сильно отвечать не могла но болела когда сильно но постаралась так всех лайкнуть никого не пропустить а сейчас смотрите мои объединенные декады я вставлю в начале первые кадры которые начинала снимать еще тогда потом я тут уже когда болела лежала еще но уже начала получше не стала вышивать снимала в общем все это будет такая вот солянка и кстати на дворе весна солнышко наконец-то алисаньку наверно давно не видели алиса киса не надо туда вот она повадилась по шторам и забирается туда на холодильник и вот туда на шкаф и уж больно ей понравилось алиса 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 киса нельзя 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 а хочется и смотрите вот цветок вот он не всегда только зимой цветет но вот в этом году он уже сейчас будет третий раз цвести и в том году по моему три раза цвел радует меня весной вот на улице тает все слякотно пасмурно было сегодня солнышко наконец-то ладно приступаем декаде желаю вам хорошего просмотра так скажем надеюсь что он не сильно такая вся она грустная печальная получилось сегодня у нас 11 марта начинается моя новая декада какой она будет посмотрим на улице у нас холодно даже он пар разорта идет и не знаю сколько градусов 15 на на минус ну снег сами видите снега хватает сугробов тоже пока весна нас не балует не торопятся к нам так что хотела сказать начале декады я поехала на визу труда наконец-то мне пришла справка вчера дима мне ее принес с работы муж мой привез ее и я сейчас с утра поеду варят вела в школу позавтракала и поеду сейчас на службу занятости повезу сдам все документы волки мои в которыми закончилась вчерашний день 10 марта вчера была конец декады я вчера ничего не вышивала я вот замочила волков замочила я их добилась замочила вот и у нас вчера была отключена горячая вода весь день и отопление крыть его прям холодно стало даже одетая варюшка спать легла мне под пледом укрылись поэтому волков вечера не постирала как они у в прохладной в холодной вернее в этой воде простояли до утра сегодня я эту воду слила просто в холодной воде стояли и вода была достаточно такая грызноватенькая ну так за три года надеюсь что вся там отметка разметка смылась и сейчас я в тепленькой водички с шампуником их замочила думаю пока есть они еще немножечко по отмачиваются приду со стерной и положил сушить вам обязательно потом покажу покажу вам их высушенные поглаженные и как раз у меня просили я скажу параметры ладно поехала с утра заниматься делами вот они мои красавцы готовом варианте я их только что гладила они еще немножечко чуть-чуть ложноватые но это уже неважно вот такая красота получилась на левой стороне вот здесь немножко не отстиралась у меня канва какая-то грязь но это левая сторона я заматывала так внутрь специально чтобы левая сторона была сверху потому что долго вышивалась и я предполагала что такое может быть поэтому думаю ничего страшного это все уйдет так что вот так они получились не устаю их стоит наглаживаю они чуть-чуть влажноватые получилось давайте покажу наверно изнанку я не заморачиваюсь идеальной изнанкой смотрите уже некоторые тут лапами своими поэтому вот такая изнанка работа была не из легких и волки там очень было много крестиков такой разброс ком одиночных поэтому вот такая изнанка я думаю для такого процесса это неплохо по крайней мере сюжет хорошо угадывается вот я такая вся под эйфорией такая счастливая довольна что я эту работу закончила работа получилась яркая такая в листья вообще мне нравится да мне все нравится и взгляд их нравится и листья нравится кстати после стирки подсела немножко размер я померил сантиметром получилось 33 высоту и 40 ровно в ширину до ширину значит 40 так 33 крестики и канва подсела и ниточки поэтому у меня тут все таки она немножко так сильно светила когда вышивала но вот сейчас даже на просвет и не очень-то она сильно и светит это мне нравится крестики стали поровнее конечно такие ровные но все равно вот и я тут сама меняла на носах они будут должны были быть какие-то синие темно-синими цветами тут и я меняла тут нитки и подбирала по тону то есть темный темно-синий поменял на черный потом там был посветлее синие поменял на серый то есть чтобы не выглядели они так эти носики сильно уж синие а такие вот они получились серые с черными дырочками и мне это нравится даже никогда так издалека не подумай что тут в основном то смотрите фиолетово-сиреневый коричневый 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 больше даже фиолетово-сиреневых синих представляете а вот так вот отводишь взгляд их совершенно не видит все становится серо-коричневым все гармонично ну и вот это мои волки а я сегодня днем немножко отдохнула вчера я не вышивала 10 марта заканчивала декаду монтировала вам ее обрабатывала поэтому нет а сегодня я с утра съездила по делам там пока с варварой этому я кстати по делам не с утра я как уехала приехала уже в три часа там очень большая очередь очень много желающих очень светодолго оформляется но не в этом суть суть в том что я после того как приехал мы сделали уроки и немножко вечером повышевала своего морского волка сейчас я вам его покажу буду сейчас его заканчивать так там вот она мой морской волк значит сегодня я повышевала полукресту тут немножко и начала бэк делать сделала вот здесь бэк вот нагружки у меня был недоделанным я здесь вот его мордочка вот очертилась воротничок не воротничок как тельняшка подгиб и сделала крабу давай фокусируйся вот эти два фрузилка два глазика то есть вот так вот у меня уже полностью сделано я хочу завтра наверно сделать бэкстич вот здесь вот сюда спуститься да пока только здесь и вот здесь еще крестик у меня не выше цветло-серыми этими ниточками и вот это вот уже край работы вот это да конец угол у меня там вышит я снимала пяльцы вышила руками полукрестики обратно запялила чтобы мне было удобно бэкстич делать поэтому завтра вот эту сторону бэкстич доделаю вот здесь вот полукрестики доделаю и можно будет передвигать сюда потому что вот немножко мне тут не хватает места чуть-чуть пальцы передвину чтобы уже вышивать вот здесь здесь мне надо будет доделать кораблик вот этот и банку с кильками вот видите вот это все полукрестом то есть вот этот бэк я весь завтра доделаю передвину вот сюда пяльца и буду вышивать вот этот кораблик я только мачта от него и кильку я вам уже спросил он сказал что это называется кнехт на который наматывается вот этот трос кнехт к концу выше короче работы я выучила как это называется кнехт получается ярче чем на картинке цвета намного ярче видите даже по крабу это видно и хрюшечка такой тут он какой-то синевой понятно что типографская это на и плюс это не фотография отшива это рисунок поэтому ну вот так вот мне мне нравится мне все нравится ну вот на этом пожалуй все вечер на решу уже пошла спать время 10 такой морской волк я наверно сейчас еще чуть-чуть полукрестики повышеваю да вот здесь крестик доделаю и тогда уже можно идти будет спокойно спать ну все или уж не доделывать его как-то я вот его тоже не вижу этот крестик чтобы тут он как полукрестиком сделан потому что вот он будет выбиваться из этих колеи все равно пойдет бэкстич сейчас подумаем как это сделать ну ладно встретимся завтра дети мои устали и одна смотрела мультики и вторая спят ребята крепким сном девчульки мои наигрались на бесились мячик варим мячик пинал алиса догоняла теперь обе спят дрейхнут так вот ну что сегодня 21 марта я конечно еще лежу болею но совсем уже тошно лежать поэтому у меня сегодня уже практически нет температуры и вчера была небольшая поэтому сегодня я решила насмотрелась ютуба завидно у нас сегодня у девочек встречи вышивальщиц они там стена встречались красоты на показывали ну и в общем я насмотрелась на все это решила тоже немножечко своего морского волка поковырять вот я полукрестики вот здесь делала вчера вот тут у него между ног и вот сюда чуть-чуть сегодня я вот вот эту лодочку немножко наковыряла ну а что худо-бедно но продвигается к концу осталось то видите сколько мне тут немножечко поэтому я думаю что и бэк да да выше крестиков немножко тут еще и полукрестика будет много килька тут еще будет банка с консервным ножом и останется потом бэк глядишь так под чуть-чуть под чуть-чуть больная не больная но закончу извините это закашлялась кашель забивает а так вроде бы полегче что мне еще и муж тоже прихворал не знаю наверно сядет дома пойдет дистанционно работать потому что тоже он есть температурой подкашливать начинает насморк что-то мы прям это год гриппом все вместе болеют даже сама по одиночке сходит так вот мы все вместе ладно буду дальше ковырять смотрю youtube потому что много дней не смотрела ничего наверстываю упущенное чтобы быть в курсе что у девочек происходит и заодно ковыряю вот лодочку свою дальше лодочка уже почти закончена буду дальше ниже переходить глядишь так и закончу так сегодня у нас уже 22 число посмотрите как я соскучилась по вышивке за эти дни пока болела сильно что вот за вчерашний день еще маленечко я бы уже закончила все крестики полукрестики то есть так я активненько вчера ковыряла конечно и легко лежа не удобно все таки а тут 14 каунт и полукресты но вот сегодня решила я постараюсь может быть получится у меня закончить или завтра но я сейчас видите вставила черную ниточку я хочу вот на этой стороне в общем бы сейчас ниточку бэка сделаю и потом опять сюда перейду к этой консервной банке и так у меня будет потихоньку и здесь продвигаться и бэк вот потому что вот уже вот на этой штучке кнехт он называется этот столбик так сказать на который рак краб сидит на котором до краб это кнехт называется варвара идет и тут и голову вымала то пока я болела бедный ребенок снимут и головой ходил вымыть некого да ну ладно буду продолжать вот она она видите помаши всем рукой а потом по тебе соскучились давно мы видео не снимали маму болеет и и дочь и дочь и болеет и папа лежит у нас болеет с температурой бабушка здоровая бабушка молодец на старая закалка вот молодец бабуля если бы еще бабуля слегла чтобы мы делали кто бы нам по магазинам ходил если бабушка бы заболела дай бог бабушки здоровья пусть бабушка ходит бабушка у нас с на продовольственном фронте работает на по магазинам и готовит ну как то нет варит она кашу вчера нам варит суп она варила кашу нам вчера сварила сварила вчера картошечку нам с мяском потушила бабуля у нас молодец ну вот ладно буду делать сейчас я бэк наверное после этого покажу посмотрим или вечером покажу у меня знаете так все трескается что-то вся кожа прям везде не только на пальцах как-то у меня везде слизистые что-то все трескается лопается кожа не выдержала не выдержала большой температуры организма ну а так вроде ничего уже слава богу потихоньку на поправку идем завтра мне к врачу температура нет но поползу потихоньку сама москву мне есть лежит одену и пойду в поликлинику ладно продолжаю вышивать смотреть youtube фильм сериала смотрю я twin пикс старый сериал американский такой детективный и youtube смотрю вышивальные все наверстываю упущенное вливаюсь 1 продолжаю так 23 число вечер и вот смотрите сколько у меня вышита на моем морском волке почти все выше то вот тут остался небольшой уголочек но тут просто мне неудобно это надо будет потом пальцы снимать чтобы полукрестики эти доделать сейчас я взялась за бэк на свинюшки полностью бэк сделан то есть перешла я бэк вот к лодке делала сегодня вот тут начала весла остался бэк на банке с килькой и на открывашки пока без бэка непонятно что это я сделаю этот бэк на лодочке и на кильке на банке с килькой и тогда уже сниму пальцы и дошью вот полукрестики и морской волк будет готов сегодня я делала вот заплатку тут на штанах на джинсах вот желтым тут бэк есть на джинсах копытцы вот эти вот эти на джинсах вот эти подвороты ну да и вот на лодке там начала ну вот так что чуть 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 осталось и уже закончится мой морской волк я рада этому там 20 числа девочки кубики кидали извините меня кашель забивает 20 числа кидали кубики девочки опять выпал 5 процесс это моя крыска на пластика канве а я ее отложила из-за того что мне серый цвет надо отсюда забрать вот вроде как я сейчас закончила можно отсюда серый цвет забирать спокойно и крыску дошивать там принципе осталось чуть-чуть и тоже бэк не знаю 23 сегодня число до конца месяца еще есть время возможно я еще и крыску завершу как себя буду чувствовать я но у меня дома лазарет муж болеется не на работу не пошел работать из дома дистанционно и варвара заболела вчера к вечеру поднялась у нее температура и сегодня весь день 38 и 6 врача и на дом вызывала я как раз не ходила в поликлинику сама на прием не до пятницы продлили больничный и сразу ей вызвала зашла в регистратуру детскую так что мы лазарет у нас мы болеем полностью всей семьей ладно буду продолжать бэкать своего морского волка девочки и мальчики у меня долгожданный финиш вот морской волк наконец-то готов теперь надо будет его постирать погладить подобрать под него купить рамочку вставить и подарить любимому мужу мы продолжаем потихоньку болеть но уже конечно лучше всем уж сегодня цени какой у нас 25 марта муж сегодня уехал на работу то есть вот из ксении он дома отлежался до два дня понедельник вторник тоже на дистанционно дома поработал у нас на кухне мы расправились диван раньше когда-то когда мы делали ремонт мы тут жили спали кроватку нас варварина стояла поэтому тут диван ларя у нас тоже заболела тоже температуре второй день и поэтому мы вот тут два дня я со спальни выборы вылезла тут хоть солнышко как-то повеселее а то у нас спали сильно хмуро серо поэтому не очень и вот тут два дня мы на этом диване всей семьей и бабушка у нас заболела так хочется от стригу иголочку вот она она еще больная сейчас завтракать с ней будем папа на работу ушел и бабушка у нас тоже за температуре во второй день вчера позавчера с температурой сегодня еще не знаю не приходила к нам так что все вот у меня финиш и сейчас я буду вот иголочку уберу и буду заканчивать вот эту вот мышку от жар птицы я ниточки которые мне вот для жар для вот этой крыски нужны были отсюда забрала остаточки это правда совсем мало сейчас покажу дочь разверни помоги мне у меня слабость такая кровь сдала анализы флюорографии сделали пятницу мне к врачу посмотрим что скажут вот вот видите сколько вот так подержи вот 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 этих сколько ниточек осталось светло-серых и темно-серых я надеюсь что у меня на мышку хватит нет антибиотиков эти облазит все руки что вот здесь вы видите папу а вы думаете меня здесь нету да ну да у меня здесь есть вот это я а вот она решила что она краб а я что килька в банке которая лежит нет ты чайка а ну ладно я чайка хорошо я чайка ну все вот теперь сейчас пора сегодня готов со спокойной душой я это не от него дочь нитки от него вон они я спокойную душу могут эти ниточки теперь в крыске использовать и дошивать ее надеюсь что до конца месяца еще и крыску дошью как раз процесс номер пять который выпал в островке я ее сделаю она у меня в принципе почти тоже готова вот только надо сделать вот это первая сторона сторона мне выше то только без бэка вот доделаю я до вышиваю эту крыску сделаю бэк тут конечно бэка было ей но ничего потихонечку все все получилось вот так что болезнь немножечко на пользу пошла потому что чаще делать давай давай баря тоже болела скучно было воскресенье расшивала зайку досталась вот этот оранжевую морковку розовые зелень вот эту всю дошила голову вот тут зайки чуть-чуть не хватило ниточки и вот пошла вот желтеньким вот на это ушко да у меня тут сейчас найдем уберем так что вот ой я тоже заканчиваю я где же ты заканчиваешь одна голова еще надо тело зайки и морковку там ушко только надо желтая розовая а там лапки хвостик ну это такое еще маленькая и маленькая потому что время идет болезнь болезнью алмазку складывать надо чтобы успеть к определенному сроку где там два кусочка я выложила вот этот это вот этот вот забыла когда вам последний раз я показывала ну вот показываю столько я выложила завтра пытаюсь до выкладывать вот этот кусочек будем спускаться ниже девчонки наши играют играют наши девчонки сегодня суббота 28 марта вечер заканчивается уже и это декада извиняюсь пока кашляю барь юбка у тебя задралась каждым бронхит у меня не вирус сказали это не инфекция это бронхит варь юбка сидим все дома потому что выходные да потому что на карантине папа наш пока работает на неделю не закрывает так же как моя бывшая работа в дур экспедиции где сестры трудятся там тоже не закрывает транспорт это стратегический объект грузоперевозки стране нужны а мы сидим дома я еще на больничном пока пока до среды на больничном там кровь не очень хорошая кашель еще у меня но уже себя чувствует достаточно крепенько так достаточно крепенько видели закончила морского волка и еще закончила вот эту крыску давайте покажу вам раз взялась вот она вторая половинка осталось только бэкстич это как раз пятый процесс по которому были кубики я сделаю бэкстич этих крестиков было мало тут вышится но еще плюс бэкстич на обоих половинках и вообще девочки с сказали что финиш он приравнивается к этим 100 тыс чем по 100 тыс чем к тысячу крестиков поэтому если будет полный финиш то мне это засчитают что такое я иду по улице в магазин а сзади вот так вот выменит это соединить просто или я может так так что вот сидим дома занимаемся занимаемся вышивкой до этого принеси хрюня он у меня все постирался погладился так что месяц март несмотря на мою такую продолжительную болезнь две недели я уже болею он очень даже плодотворный то есть волки у меня закончились 10 по моему или 11 марта потом вот этот вот хрюн ой кстати надо записать когда я его закончила что-то не пометила и вот сейчас еще мышку я думаю бэк доделаю еще есть три дня до конца марта и вот такой у меня плодотворный март получился ну потому что не работаю вот давай ты не дергай кровать что-то прыгаешь алиса ты куда полезла это бесится так куда-то полезно куда полезно алиса так что не такой большой крупный ничего не продолжается там у меня на станке теплое местечко на напольном там я перекрутила мы не перекрутила там маяк у меня закручен еще вот на ноге стоит на круглых пяльцах хает я его перехочу переорганизовать на ту раму на которой волков вышивала но вот тут как раз заболела и так у меня руки не дошли потому что я закончила одиннадцатого числа или десятого волков да наверное одиннадцатого постирала 13 уже заболела поэтому не получилось у меня все это переорганизовать ну ничего переорганизуется зато у меня все меньше и меньше значатых процессов но опять же меньше меньше сейчас я крыску закончу и надо на пластике к пасхе повышевать магнитики там закончить это не гуляет это на друг на дружку они тут варь ты занималась кстати все ну выключай тогда а да все все выключай компьютер в 11 часов да варя занимается дистанционно присылает занятия на сайте учуру на сайте яндекс учебника плюс еще на школьный сайте там в электронном журнале в электронном дневнике тоже дает задание надо их выполнять но вот мне что нравится что яндекс учебник что учуру в 11 вечера 23.00 все там все отключается включается ночной режим что детям пора спать чтобы они по поздно не сидели вот время в 11 мы еще не не уложились спать сейчас будем уже укладываться ну все показала наверно бэк вам еще сделаю покажу на этой декаде и уже будем декаду это заканчивать мама ты еще меня не показала вот на ты я еще селедкой могу быть так мы же решили килька это я краб это варя а это наш папа а я чайка же точно это я а это я могу кильку превращать ну вообще волшебница ну все ладно давай спать укладываться уже надо так сегодня у нас воскресенье 29 марта девочки в группе рукодельный островок вконтакте решили замучить такой карантинный марафон рукодельный не только вышивальный а разные вчера у него был вязальный день вчера первый день сегодня второй вышивальный возможно будет какое-то другое рукоделие шитье и еще алмазная там вышивка или мозаика кто как называет но неважно вчера я ничего не делала а сегодня я решила вышивальным дне поучаствовать то есть там можно каждый день там если тебе это творчество интересует рукоделие то ты участвуешь если ты там не шьешь и не вяжешь то значит в эти дни не участвуешь ночью как-то так чтобы охватить все рукодельные процессы разных хобби вот поэтому сегодня у нас вышивание день я решила поучаствовать вот с этим процессом маяк от алены мещанова и авторская схема ревью у меня вот такое черно-белая ну я вам сейчас ставлю картинку кто вдруг не видел и не знает хотя сюжет достаточно знакомый напоминаю такой сюжет есть у фирмы dimensions только единственно он там маленький гол аппетит и более пиксельный менее так красиво разработан как у алены мне сам сюжет нравится но вот dimensions мне никак не хотелось результат меня вообще не устраивает вот этот пиксельности здесь я думаю все будет достаточно красиво вот вы уже видите у меня два угла уже закрыты с моей буквой о кстати на волках она тоже есть если кто не обратил внимание то я вам сейчас ставлю она в углу просто она там оранжевая чтобы не кидалась в глаза там среди листьев и такая же буква о только черная помню есть на карте да на льве я только не делала у меня и имя и фамилия на букву о поэтому такая вот о вензель такой мой ладно приступаю я вышивать хотя по идее хорошо бы надо было мне сегодня бэк наделилась делать на крыски но что-то бэк не хочу делать хочу повышевать крестики причем на конве я пока болела а нет ну я делала конечно морской волк я делала но там крупненько 14 конве это моя любимая 18 так что все я приступаю сегодня займусь вот этим помощники вокруг меня вот этот самый главный помощник который вот не тут косички ловит да я помогаю их красиво не увидите как она при при это при грибла на при грибла она тут косички мне алис это же не для тебя солнце моё ну-ка и твити че делает окраинку конечно да для тебя тут для тебя косички алис ну-ка давай мы на тебя примерим как тебе с косичками идет вареже он с косичками правда лохматая так алисе не понравилось алисе косички так косичку дай отдай косичку отдай ну что а то пошла и косичку прикрепла я вышиваю потихоньку но тут не сильно заметно потому что я вот дырочки закрываем это было очень много дырочек вот оранжевым цветом язык закрашиваю у меня вот это вот все вот это вот все вот это были пропуски сейчас уже практически тут неудобно просто вот край подворот сейчас уже я почти за это писать у меня от антибиотиков я спила антибиотики у меня вот так вот все 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 руки и все пальцы все облазится короче говоря антибиотиков ну врач сказал это от антибиотиков все все как будто вот эти как после у меня аллергии было сейчас у меня все это так пальцы такие все вот видите все прям с меня кожа слази и едет и видите как 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 такие тут свежая кожа и она такая вся морщин стоит то есть короче так и руки страшные стали вообще как бабки дряхлой ну ладно заживет что теперь облази облезем и неровно отрастем надеюсь ровно отрастем в общем вот тут вот я все дырочки уже вот эту зелень и позакрывала вот это вот зелень вышла сейчас сейчас вот эти будут дырочки тут закрывать ну а варюшка в это время там складывала мозаику пойдемте посмотрим что он там накладно выкладывала и отрезала кусочек но она вроде его не не доделала то что там большой был кусок сказала все я отдыхаю пойду посмотрю так сделай тише в общем выложила я и отрезала вот этот кусочек ах вот что она сделала она взяла вот эту вот пленочку и то что не выложила заклеила то есть получается вот сколько торчит видите значит вот столько она здесь и выложила кольцо вот у невесты началось у нее тут ну молодец дочь молодец вы кстати наши тоже купили кольца паша не показывал фотографию тоже как раз такие широкие кольца красивые там у меня нету дочь этого у паш фотография какие кольца не купили но он мне на своем телефоне когда приезжал показывал и мне понравились красивые такие кольца широкие там с с фианитами как-то там тоже не так вот переплетены так что вот варвара считайте вот такой кусочек вот выложила вот здесь вот а это заклеила я еще бы там засохнет нет ничего не засохнет ну молодец она пришлёпала обратно ладно так надо ужин готовить буду сегодня делать плов только свинину долго было размораживать баранины у меня нет куриное да куриное филе достала будем делать такой плов не сильно жирный с куриным филе ладно красота пусть лежит может быть я вечером этот кусочек да выкладываем сейчас после ужина тоже здесь сидит как ты быстро успеваешь я не успела до кухни дайте а ты уже тут как-то все тебе дали налить еще компотика таптышку этот компотик варила болеем же все ну не болеем ну вот да болеем я сейчас получу свет здесь у меня была вишня такая домашняя я из вишневый компотик варила полную кастрюлю сварила 5-литровый вот видите там уже меньше половины осталось водохлебы все ладно блины у нас тут вот с утра были завтракали мы муж сходил в магазин потому что я болею он ходил купили рис для плова не было он говорит свари плов только чтобы рассыпчатый был я говорю у меня нету у меня вот всякий такой пропарин золотистый он не получается так как для плова чтобы совсем был я поел и забыла выпить железо не очень низкий гемоглобин железо прописали компотик мыши стойки да это лукойца да я нет я ему не наказала это я забыл папе сказать что лук кончился вот такую бабушка нам лука у бабушки всего две луковица вот такая лука много не бывает а чё ты мандаринки свои не кушаешь бабушка тебе принесла а я не у меня ещё была последняя курага намыли курагу курагу несколько дней ели вот осталось две штучки надо догрызть в общем лечимся чай с лимончиком пьём курага мандаринки и как говорят вот так тышку пьёт вот такую постоянно ну она то банановая то клубничная но всё не было сегодня клубничной папа купил ей карамельную ириску ладно будем сейчас готовить у краскова сковородку как раз папа освободил доел у меня там были котлетки куриные ну всё буду делать плов ну вот мой плов получился с курочкой из филе курочки очень даже насыщенный вкусный так что мы сейчас будем ужинать всем приятного аппетита ну вот после ужина я села доделывать а некоторые вот тут вот смотрите шкодят смотрите шкодят видите что делает я такая убираю она ее обратно подтаскивает и пытается погрызть алиска алиска алиса 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 ну вот чуть-чуть мне осталось вот видите сколько так вот тоже выложена это же я все выложила ну я выкладывала их перерывок когда готовилась у меня не надо было мне там ничего уже когда все заложила уже все по обжарила порезала вот я делала выкладывала ну сейчас уже приготовили поели мы поужинали и вот я села доделывать алиса хватит грызть тут все подряд а хватит грызть помощница то ты моя ой ух ты ты помощница моя ух ты ты помощница зверь тигр просто тигр познакомьтесь все ушел тигр ну вот и доложила я этот ряд получается очень нежно получается очень красиво я тут смотрела прямой эфир Женечки Золотарева где она там начала свою клубничную совушку и вот она там тоже проскользнули у нее эти слова что Оксана Уся Пуся с Варюшей своей дочкой выкладывает вот эту метрику ну она сказала не метрику она сказала алмазку ну вот бы из нее сделать метрику да я конечно же из нее как раз и буду делать метрику я буду выкладывать либо в этом углу либо в этом я еще посмотрю когда ближе подойду где лучше дату бракосочетания своих молодых но то что Женя сказала что это получается очень нежно красиво ну вообще это обалденно да Жень и я с тобой согласна полностью вот пока я здесь еще выкладывала это как-то не чувствовалось но когда я дошла дорог вот мы с Варюшей вместе дошли дорогу сегодня она выкладывала вот это колечко начала здесь она выкладывала а я уже заканчивала вот этот уголок то действительно получается просто обалденно ну то что она сверкает переливается всеми гранями это понятно на то она и алмазка на то что это получается очень нежно да вот все таки вот тут не видать вот этой красоты можно конечно посмотреть вот на маленькую картинку но как-то все равно не так а когда это вживую начинают выкладываться вот эти вот нежные руки которые как бы держат друг друга букет этих ярких роз цветов ну просто обалденно у меня нет слов мне очень нравится очень я надеюсь что моим молодым тоже это понравится когда мы будем им дарить я уже посмотрела я просто хотела под стекло наверное буду без стекла стандартный тут размер 40 на 50 я всего скорее сама подберу какую-то красивую хорошую раму в икее и просто покрою лаком потому что будет обидно если потом под стеклом какие-то страсики через какое-то время отвалятся все таки не так уж хорошо все приклеивается не знаю какого года там она выпуска когда ее выпустили и все равно мы долго уже собираем еще до до июля месяца еще будет время и не хотелось бы чтобы что-то тут поотваливалось поэтому я наверное буду это покрывать акриловым глянцевым лаком закреплять эти алмазики и сама оформлять ну вот пока вот так на этом сегодня вечер все наверное уже завтра покажу что там у меня еще навышивалось на маяке сегодня у нас 30 марта я сегодня буду продолжать работать над своим маяком вот видите оранжевым цветом я вчера вышивала я в основном закрывала дырочки на вот этих кирпичиках вот этот кирпичик закрывал дырочки вот этот начал появляться у меня немножко тут зелени дырочки вот тут закрывались так что я продолжаю работать над маяком ну а моя такая вот рваная декада даже две декады заканчивается потому что надо видео монтировать вам выкладывать и встретимся надеюсь с вами через очередные десять дней в следующем декаде всем пока пока